Окей, ребята, я вот сейчас записал, да, видосик о свободе слова и хочу немного порассуждать над этим. Свобода слова в нашем мире это такое относительное понятие, когда она вроде бы и есть, но по факту ее особо и нету. Вот, так, сейчас вот чуть-чуть камеру поправлю. И вот так сделаем. Короче, смотрите, мое мнение такое. Свобода слова есть для того, чтобы показать, что оно есть. То есть, государство придумывает свободу слова, чтобы сказать, не, мы там нормальное государство, у нас там нету ничего такого, что мы запрещаем людям там говорить. Нет, конечно, вы что, зачем? И нормальное государство, вливайте деньги. И люди такие, америкосы смотрят, или там европейцы. Ну, у них есть свобода слова, это классно. Как у нас в стране. Хотя по факту на самом деле ее нету. Мое мнение такое, что за свободу слова тебя могут посадить. То есть, ты можешь говорить все, что угодно, но помнишь, что тебя посадят. Либо за свободу слова тебя просто оштрафуют. Ну, типа, ты взял и сказал о том, что, к примеру, выматерился на публике. Сейчас в Казахстане вступил закон о матах с 1 марта. Поздравляем. Вот. И ты взял и сказал свое свободное слово, которое стало несвободным. Вот. Это второй вариант. И тебя оштрафовали. Первый вариант, тебя посадят в тюрьму. Второй вариант, тебя оштрафуют. И теперь, исходя из этого, если подумать, реально ли оно есть, эта свобода слова. Сейчас я говорю вот эти слова и сам понимаю, а вдруг меня привлекут за это. Да, я, конечно, где-то там беспечно отношусь к сказанным своим словам. Но по факту я тоже боюсь о том, чтобы меня не штрафовали, не посадили никуда. Особенно на бутылку. И как бы, ну, это будет неприятно, по крайней мере. Вот. И теперь все сказанные слова приходится фильтровать, прежде чем что-то сказать. Потому что у меня есть семья, у меня есть ребенок, мне надо его кормить. Семью тоже кормить надо. Мне надо, как бы, смотреть за ними, да. И, прикиньте, за какое-то неправильно сказанное слово приходит человек ко мне, там, в форме и говорит, чувак, ну, ты встрял, короче, ты там, разжег межнациональную рознь. Или, там, ты плохо сказал о религии, да. Да, вот у меня есть видосик о религии, снятых, там, шесть лет назад, да. Ко мне придут, скажут за него, да, там, вот там, туда-сюда. И я понимаю, что эта свобода слова, она, по сути, ее нету. К чему я хочу подвести. Ее нету, на самом деле, ни в какой стране бывшего СНГ, в странах бывшего СНГ его нету. Потому что каждый правитель этой страны, он не даст тебе спокойно, там, что-то делать. Он не даст тебе спокойно говорить, потому что, ну, кто ты такой? Почему ты будешь говорить, там, против них? Вот я снимаю видосик, да, там, вот, в Таразе там все плохо, да, Таразское гето. Вот. И государство возьмет, мне такой, страйк кинет, типа, в виде, там, штрафа, да. Будет интересно, конечно. Я знаю, как от этого всего отмазаться. Я знаю, как все это, ну, подвести так, чтобы ко мне никаких претензий не было. Но по факту, если они захотят, они сделают это. И вот, давайте порассуждаем в комментариях о том, что есть ли свобода слова у нас. И можем ли мы говорить все, что мы хотим. Если нету, то предлагайте конкретные факты, конкретные предложения, как сделать так, чтобы эта свобода слова у нас была. Что мы можем сделать? Давайте не будем просто хейтить страну, говорить, а, все, короче, правители, говно, там, власти нам нифига не дают. Нет, давайте будем конструктивно решать проблему. То есть, если есть проблема, напишите в комментариях о том, что, как это исправить, что сделать. И я думаю, что я выпущу такой большой-большой видосик, где я буду говорить о том, что, вот, есть проблема такая-то, можно ее решить вот так. Я даже, не знаю, там, заплачу большие деньги, чтобы распиарить этот ролик, чтобы он пошел, чтобы он пошел вверх, да, чтобы, там, главнокомандующий увидел это все. Вот. Просто как-то надо менять страну. Новый Казахстан мы не сможем войти до тех пор, пока мы его сами не сделаем. Так что, ребят, давайте будем делать новый Казахстан. Да, я русский, я этим горжусь, но я хочу, чтобы в Казахстане была нормальная жизнь. Вот почему я хочу уехать из Казахстана. Да потому что здесь, ну, очень сложно жить. Но если здесь будет хорошо жить, я с удовольствием буду жить. Потому что у меня здесь столько знакомых появилось, да, я чухаю себя хорошо, да. Ну, слава богу, все есть. Давайте попробуем что-нибудь сделать. Давайте начнем какую-то движуху. Вместе мы с силами. Казахстан, алга.